всем доброго времени суток мои друзья жарим картошку я бы даже накрыл чтобы мне было холодно немножко вот этим пледом под низ его подложила и плюс еще вот так накрыт оставила только вот этот кусочек бака закрыла и заднюю тоже вот и крыша было у него накрыта чтобы вдруг что-то мне было нигде не сквознячка ничего все он себя хорошо чувствую еще я с утра поменяла местами эти секции так люди получше смотрится потому что я как бы на картинке увидела именно вот так было почему так она ставится сегодня попробую поклеить эту стену чтобы повесить что шторы я постирала и надо их вешать вот гордины я хочу купить новый пока не буду шторы покупать вот гордины надо потому что эти гордины которые висели у меня тут я отдам маме но нашей бабусе отвезу я их постирала и принципе я их и и отдам вот по себе в спальне там вешает и будет хорошо там голубые у нее обои я сделала чай с лимоном сейчас буду пить такой ароматный а еще сегодня мне нужно будет рассадить цветы здесь их 5 1 2 3 вот прячется 3 этот четвертый и вот пятый цветок и плюс мне нужно уже рассаживать перец он прям хочет очень сильно я предполагаю что перед тем как я буду высаживать его в грунт он уже будет свистим похода у нас сегодня хорошее весеннее снега нет это уже прям вот напевает весну вылазит тюльпаны я вижу даже много пролезки или фиалочка что-то там тоже выходят показывается апельсины а 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 и и и а и и а Занавеска еще на кухне повесила. Лунка на улице. Тут уже прикрываем двери. Кушь не вылетает. Так смотрится занавеска. Я порезала апельсин. Больше есть. Это сковородка для пиццы и для жареной картошки. Подойдет для жарки мяса. В общем такая универсальная сковорода и очень большая. Представляете, если у вас огромная семья, то это просто находка, а не сковородка. Класс. И картошка такая вкусная получилась. Сейчас попробую включить телевизор. Мне в комментариях написали, что можно убрать одну секцию и поставить. Но у нас диагональ телевизора 55. На кадре он смотрится очень маленьким, но на самом деле он очень большой. Нет, даже не то, что он просто сюда не поместится. Тут надо две секции. Тут надо, ну, просто не поместится даже в две, потому что он даже по высоте будет больше. Он высокий и длинный. Хотя так кажется, что маленький. 55 это очень большой, в принципе, телевизор. Вот. Нормально, в принципе. Шторы будут висеть. Что-то лучше, чем так. Сюда-сюда. Сейчас заходим до Поленьки. Поля вешает последнюю цифру 11. У него очень ровный круг получился. Она часа два, наверное, с ними работает и делает крабовый салат. И перед часы клетят. Молодец. В общем, решила она их сюда. Эту стену. Смотрится, Пол классно так. Молодец. Ну да, ну, шкаф передвинули, кстати. Поставили его в этот угол. Поставили в этот угол. Сюда стол. Но пока не знаем, куда кресло деть. Ты не хочешь его вообще? У меня уже готов клей, но занят стол. Потому что Поля тут делает крабовый салат. Опять вот. Я была на улице, кстати. Зашла, она делает. А я как вышла на улицу вывешивать, ночнушки там стирала, и тут немножко погреблась. Вот там замела возле мангала. Там... Ой, кто там прыгал? Кто там прыгал? Я её два раза приглашала, но не хотела, потому что мы с ней долго там возились, а тут даже немножко в мангале там попалила хворост очень такой сухой, потому что гребла возле винограда. Ты будешь заходить? Ты не будешь меня обманывать? Да, пущу, пущу сейчас. Опять постирала. Вот это покрывала с кровати. И так постирала два раза уже за сегодня. Сейчас буду вывешивать. Вот. Тяжело, но а что ты сделаешь? Никто за меня мою работу не сделает, а ещё по белке сколько, гараж вообще облубился. В общем, весна идёт, и просто я не буду иметь свободного времени вообще. Ну да, стало так уютненько. Олечки тут так хорошо, и часы она так красиво ровно наклеила. Вообще идеально. По миллиметру там вымеряла. Всё, кресло тут нормально смотрится. Да. Вот. Но нам надо шторы сюда поменять. Мы в Испании купили серые, анастерозовые. И нам нужно, видите, у нас сверху прикреплён принтус, надо менять его. Надо покупать такой типа пакеты и чуть ниже вешать, потому что шторы коротковаты будут. У нас метр девяносто пять, девяносто семь потолок. Ну, в общем, по три метра. Это шторы. Два пятьдесят пять, по-моему. Или... Нет, даже... Два тридцать пять даже ещё. Ого, ещё меньше. Поэтому принтус должен быть вот так вот где-то. Вот так. В общем, боленька тут сейчас наводит порядки, потому что мы переставили здесь всё. Гоша, Гошенька, Гошенька, мой зоятик. Ты мой зоятик такой, тебе не скучно? Полетал. Налетался. Еле в клетку загнали. Да. Так, я вклею обои. Хочу повесить шторы. Так, и... Думаю, что уже, наверное, надо закругляться. Вот это одно окно наклеила и уже устала. Ну, а передохну. Думала, ну, сегодня уже доклею два окна, но не получается. Ноги болят. Вообще, в воскресенье думала, будет у меня отдых. Потом передумала. Пошла на улицу. Нашла себе там работу. После манала поубирала, после металла. В общем, там немножко погреблась. Не стала уже ничего снимать. Ветер сумасшедший. И тепло. Плюс пятна ветер. Потом думаю, ладно. После улицы зашла. Ничего не буду делать. Но опять же, там стирка у меня была два раза. И потом все-таки решила наклеить хотя бы одно окно. Потому что нужно шторы повесить. Шторы хоть стиранные. И вторую я уже просто не могу. Сейчас повешу шторы. Как же быть? За вторым окном? Я не знаю. У нас же заклеить. Потом шторы снять. Плечь шторы снять. У меня не хватает одного рулона. Вот это у меня получается на два окна. И все. Надо еще один рулон. А то он может быть. На один раз, два, три. Полоски, да? Три с половиной там идет. Ну, где-то так есть. Один рулон. Вот. Так что. В общем, так вот мы живем. Потихонечку это все делаем. Сегодня показываю, что мы делаем. Многие пишут там, надо то сделать или то. Но я все не могу снять. Вот, допустим, сегодня я убирала дворе. Я вам это не показываю. И так же многое, допустим, там стены обсирала. Там то-то, то-то. То есть я не могу вам все это показать. Потому что, ну, как бы это невозможно, да? Это надо устанавливать постоянно камеру, чтобы она снимала. А это тоже, знаете, бывает. Да ладно, там сделаю, потом что-то другое покажу. Вот так вот оно как-то и день проходит. Одни летят, как всегда. Вот. Гоша чувствует себя замечательно. Такое ощущение, вот, что он помнит. Мы его отпустили тут в зале. И вот он так вот летал, летал, летал. Радостно так вот. Он видно помнит. Потому что он сидел у нас здесь на этой стенке. Там редко стоял. И он постоянно там ходил. Так-так-так-так-так-так-так. Ну, а что ему? Раньше Лунки не было в доме. Он один был. Коты у нас тоже рыжих постоянно гулял. Томик. Они все были на улице. Поэтому Гоша мог свободно в зале летать. Только мы закрывали тут двери. И он вот, видно, что вспомнил. О! Такие чистые, красивые шторы. Очень хорошо смотрится. Настя говорит, что ей нравится. Да, Настонь? Да. Красиво? Да. Ну, я правда уже так устала, что мне уже ничего не хочется. Сейчас пока тут все намою. Надо помыть хорошо. Сейчас ламинат. Чтобы был чистый. Потому что тут раскладывала же я обои. Стол будем уносить на стол? Поможешь, мамочки? Да. Да ладно. Продолжение следует.